Итак, всем привет, с вами мистер Твилл, и сегодня, ну, во-первых, начнем мы с лайка, то есть это будет наше такое новое, знаете, слоган наш, начнем мы с лайка, то есть в самом начале видео, пожалуйста, поставьте лайк, даже если не собираетесь смотреть его до конца, то есть вот такая система, поставьте лайк, начнем мы с лайка, и поехали. Итак, сегодня я буду вам показывать и рассказывать о, во-первых, мы снова вернемся к GTA Liberty City Stories, и что у нас будет? У нас будет обзор чей девайса, причем полный, и чем он будет отличаться от прошлого обзора? Ну, во-первых, он будет произведен вот с такого вот, то есть формата, то есть снятый с помощью Remote Joy, ну, точнее, Remote Joy Lite. Далее, поехали дальше. Он будет сниматься, это полный чит-девайс, и в отличие от того чит-девайса, ссылка на обзор которого будет в описании, ну, ладно, начнем мы с того, что есть две версии игры, GTA Liberty City Stories, есть европейская версия и есть версия американская. Американская версия почти у всех игроков, включая она официальная, и она продается в магазинах. Это именно она, это американская версия. Европейскую же версию скачать очень сложно, даже скачать, найти почти невозможно. И именно поэтому, именно поэтому я вам, скорее всего, дам ссылку в описании к видео, где можно скачать эту версию чит-девайса. Чем она отличается? Отличается она тем, что на ней идет намного успеха. Я вам скину ссылку на версию игры европейскую. И чем она отличается, эта версия европейская, от версии американской? А, идут все читы. Вот и все. На чит-девайсе будут идти все читы. Это все, что я могу об этом сказать. Итак, начинаем обзор чит-девайса. Итак, бесконечная жизнь броня. Самое первое. Для того, чтобы вызвать чит-девайс, мы нажимаем одновременно кнопочку L и значок вверх. Итак, мы включаем первый чит. Бесконечная жизнь броня. Ну, тут, я думаю, никаких проблем возникнуть не должно. Действительно, бесконечная жизнь броня, это действительно то же самое. Но умереть все-таки можно. Если вы взорветесь внутри машины, умереть можно. То есть не пробуйте, не советую. Дальше умереть также еще вроде можно. Хотя нет, вроде больше умереть нельзя. Так, поехали дальше. Уровень розыска. Ну, собственно говоря, можно поставить любой уровень розыска, включая последние звезды. Здесь никаких проблем быть не должно. И теперь полиция. Сейчас к нам приедет кубчик копов, включая полицейские вертолеты, танки. Ой, кстати, вертолет прилетел. Ну-ка посмотрим. Вот он открывает Поном огонь, только я его, к сожалению, пока не вижу. Так, я включу на максимальную громкость. Да, наверное, где-то здесь и есть вертолет. Он звучит? Ладно, хорошо. Да, и он открывает Поном огонь через некоторое время, когда он полностью обработает, приедут и танки, и остальные. Так, вот. Мы уберем, пожалуй, снова звезды и поедем дальше. Дальше. Время. Ну, изменение времени – это абсолютно логический чит. Просто изменение времени, погоды. Сейчас я вам это четче покажу. То есть время можно указать любое. Так, вот час ночи, два ночи, три ночи и так далее. Все эти читы пока рабочие и на американской версии игры. Дальше. Погода солнца, паспортное – то же самое. Выбор погоды. Идем дальше. И это уже намного интереснее. Кстати, туман. Можно выбрать, кстати говоря, снег. Вот. Этого обыкновенно не бывает. Погода снег. Это… Я не знаю, кому нужно, но снежинки вокруг нас летают. В целом, это даже мило и красиво. Поехали дальше. Чит. Дальше идут сразу же два чита на получение любого транспорта. Что ж, это очень важно. Во-первых, в первом, как вы видите, в самом низу написано дополнительное описание. Чита белым таким шрифтом. И тут написано, в первом случае нажми круг для выброса, это в самом низу, а во втором нажми L1 для выброса. Так вот, как вы знаете, в GTA Liberty City Stories при вводе обыкновенных читов есть два варианта. Либо выброс танка, либо выброс мусоровоза. Что можно сказать? То, что в одном случае нужно нажать круг в самом конце, а во втором случае L1. Ну и этим образом мы можем сменить абсолютно любую машину. Мы можем выбрать. Паспардон. Это тоже бывает. И мы можем выбрать абсолютно любую машину, включая даже невероятные машины, типа Dodo. Да, это тот самый самолет из GTA 3. Нажимаем круг. И с какой-то стороны он сейчас появится. А вот он, Dodo. К сожалению, полетать на нем нельзя ни в американской, ни в европейской версии игры. Мне, конечно, очень жаль. Хотя нет, на нем можно ездить, к счастью. На нем можно ездить. И это уже плюс. Дальше. Можно. Перейдем на самые такие изюминки. Первое это RK-бандит. RK-бандит, RC-бандит. Это радиоуправляемая машинка из некоторых подмесей. Вот она только что упала на нас. Сейчас я вам покажу, как именно выпадывает это. Если, конечно, получится. Подождите. Нет, не получится. А, нет, получится, получится. Все, мы отходим, да? Нажимаем еще раз. И, например, вот выберем машину. И вот видите, то есть как получается. То есть падение еще, падение еще, падение еще. И чем больше мы нажимаем кружков, тем больше транспорта нам и выпадет. И, естественно, игра при этом начинает подлагивать. И нам надо отбежать немедленно от этой грубой машин, потому что иначе сейчас произойдет куча взрывов. Я надеюсь, сейчас вы увидите эти взрывы. Да, тут, конечно же, не очень их много и выпало. Но, по крайней мере, по крайней мере, они сейчас долбаться будут и взорваться. Повторяю, это полный обзор чит-девайса, включая все дополнительные трюки с чит-девайсом. И так далее. Так вот, переходим к следующему уникальному транспорту. А, я совсем забыл. РК-бандит, да? РК-бандит. Где он у нас выпал? Выпал у нас вот здесь. Подходим к нему. И куда же он сядет? А сядет он вот так. Ну, это, конечно, смешно. Ну, мы продолжаем дальше. На нем можно кататься. И он никогда не выйдет из машины. Но машина начнет дымиться через некоторое время. Поехали дальше. Следующее, что я могу сказать. То, что на любом абсолютно чит-девайсе, вот если мы выбираем мотоцикли, а они идут под 205 и дальше номером, они идут без колес. Что очень грустно. И поэтому, когда мы на него садимся, игра вылетает. Крякается так, что нет, не советую вам на них садиться. Это очень плохо. И идем дальше. Так вот, чит-девайс позволяет доставать из секретных файлов игры вертолеты. Именно они. Вот первый вертолет. А это у нас вертолет маленький радиоуправляемый из-под миссии в GTA Vice City или в GTA San Andreas. Да, он снова сядет как придурок. Я знаю. Есть два вертолета. Один вот такой вот, красненький, да. Он маломаневренный, но он более стабильный и на нем хорошо полетать. Выпрыгиваем из него. Кстати, из вертолетов выпрыгнуть невозможно. То есть, когда он полностью сядет, тогда он только полностью сядет. Как не смешно звучит. Идем дальше. Выбираем второй. Кстати, мы даже два выбрали, да. Вот они, два красавца. И они, это зелененькие вертолетики. И они что? Они заводятся подольше или так же, но они намного более такие, знаете, поворотливые, даже не знаю, более реактивные такие. И могут намного легче их разбить. Ой, у нас бесконечной жизни нет. Ой, все плохо. Мы сейчас учимся. Вот, кстати говоря, я вам сейчас продемонстрировал. У нас не было бесконечной жизни, но все равно. То есть, так всегда будет. И, о, мы сейчас получим информацию, потому что я только начал. Так вот, я вам что говорю. Кстати говоря, на европейской версии игры сейвы от американки не пойдут. То есть, если вы играли на американской версии игры, придется начинать игру сначала. То есть, чей-девайсом нельзя побаловаться полностью на этом. Дальше. Что насчет европейско-американской с транспортом? Все работает и на европейской. Ну, естественно, байки не работают. Но там дудо, дудо-крузник, он не будет ездить. Он не будет даже ездить. То есть, это важная особенность. Скажите, байкл 76 – это дополнительная машина, которая появляется после того, как вы проводите 100 пассажиров в миссии таксиста. Ну, кто не знал, тот узнает. Неплохая машина. Кстати, мне дали звезду за это, за то, что я сел. Якобы машина чужая. Это тоже один из глюков чей-девайса. Так, извините. Кстати, я снимаю с помощью нового микрофона, если вы до сих пор не поняли. Так, я выхожу. Я просто управляю микрофон. И побежали дальше. Выключаем, пожалуй, все это. Так, это у нас все работает. Это у нас ни на что не влияет. Координаты игрока. Ну, вот, как вы видите, появились такие координаты, которые указывают количество FPS. Также указывают... Ну, и координаты в игровом мире. Что необычно в целом. Ну, мне это нравится. Ой, блин. Слушайте, полиция... А, мы можем ведь отключить уровень розыска, да? Все. Больше у нас это звезда не будет беспокоить. Поехали дальше. Координаты игрока, но это почти бесполезно. Дальше. Телепорт. О, да. Тут мы можем выбрать почти абсолютно любой точку города. Включая, например, давайте попадем в Шоссайдвейл Pay and Spray. Нажимаем крестик, и мы телепортируемся. И все происходит почти без блюков, без багов. И мы попали в тот город, который у нас даже закрыт сейчас, в данный момент. То есть я вот сейчас нажимаю на менюшку, и мы находимся в закрытой части города. Давайте телепортнемся, например, в Клод. В дом Клода мы телепортировались. А, нет. Мы телепортировались к дому Донни-Долава. Тут все подписано. Например, Airport Runway, то есть скоростная полоса. И заодно, если мы уже телепортнулись к Runway, то заодно я вам покажу такую плюшку. То, что он теперь ставит дуду, кукурузник, туда, куда и ставился в GTA 3. То есть, опять же, я вам повторяю, он не летает. Это тоже важно. И еще особенность в GTA Liberty City Stories. Американской версии нельзя телепортироваться в транспорте. А теперь можно. То есть это еще одна возможность европейской версии щит-девайса. Ссылка на которую, как я повторяю, в описании будет. Так, поехали дальше. Телепортнемся, пожалуй, в Слонтон. Хорошо? Чтобы это будет удобнее нам. Кстати, вы знаете то, что чит-девайс, он всегда лагает. Вот в парк Белдель мы сейчас телепортнулись. Вот, все, мы телепортнулись. И, пожалуй, пора выходить. Все, мы вышли, да. Лаги, конечно, присутствуют при телепортации и вообще при тормозах. Так, поехали дальше. Нажимаю. Что-то чит-девайс не работает. Секундочку. Так, мы продолжаем. Упс. Все, продолжаем, продолжаем. У нас работает чит-девайс снова. Итак, ходьба через стены. А что такое ходьба через стены? Это все очень просто. Мы нажимаем крестик. И в то время, как мы нажимаем крестик, мы можем ходить сквозь стены. Мы бегаем и просто мы проходим сквозь текстуры. Это выглядит приблизительно вот так. Естественно, у меня сейчас тормоза жестокие идут. Также мы можем делать сквозь машины проходить. Но не забывайте то, что дома внутри пустые. И во многих случаях мы будем проваливаться в пустоту и появляться где-нибудь в этом рядышком месте. Как, например, сейчас. Мы провалимся в пустоту. И мы сейчас учетимся в... Вот я уже вам говорю, мы очутились чуть поближе. Мы очутились вот здесь вот. То есть поехали дальше. Ну, по поводу дырок в игровом мире вы, наверное, уже знали. Большие прыжки. Большие прыжки... Знаете, я даже не знаю, как это понять. Наверное, это при настройке вот этого читает прыжок. Он будет ставить прыжок повыше. Хотя, кто его знает. Я даже не знаю, как это действует. Я вот, ей-богу, не знаю. Или, подожди, сейчас вспомню. А, нажми квадрат для высокого прыжка. Стоп, стоп, стоп. А, все, понял. То есть мы нажимаем на квадрат. И сколько мы нажали на квадрат, столько мы можем, собственно говоря, перепрыгнуть. То есть через то, что мы допрыгивали. Поехали дальше. То есть это вот этот вот чит. Большие прыжки. Вот он. Чит, большие прыжки. Дальше. Скриншот. Ну, мы можем сделать скриншот. Он отвратительного качества будет. Так же, как и видеозапись, которая будет вообще выглядеть как гибко. Поехали дальше. Садимся мы, типа, в машину. Теперь мы, это все работает на обыкновенной версии Чидевайса. На американке. Теперь цвет машины, цвет полосы машин не падает мотоцикла. Это работает только на европейке. Итак, мы садимся в машину. Любулу. Этим самым мы ее, так сказать, выбрали. Эту машину. И мы ее код взяли, типа, код этой машины. И теперь мы можем выбрать цвет машины 13. Он начинает указывать цвет машины. Вот он. Сейчас цвет машины 13. Айдаху. И цвет машины 13. Теперь мы можем... Жуткие тормоза. Я, наверное, скоро... Я, наверное, ускорил это видео чуть-чуть. Цвет машины. А теперь мы можем просто нажать, меняя цвет машины. Цвет меняется. Сколько я раз нажимаю. Мы можем изменить любой цвет до уникального даже. Цвет полосы машины. Если машина полосатая или имеет разноцветную крышу, мы можем изменить цвет полосы машины. В данном случае это является крышей. И мы можем сделать себе вот такую вот обкуренную машинку. Хотя бы... Такая, я думаю, не ездит по городу. И это хорошо, что мы можем теперь персонализовать свою машину. Дальше. Не падает с мотоцикла. Мы включаем этот чит. И теперь мы никогда не пойдем с мотоцикла. Ни при каких условиях. Только у нас будет отниматься здоровье при сильных ударах. Я надеюсь, что если я сейчас в ближайшее время замечу тот мотик, потому что заспаунить я его сейчас не могу. Так что... Ну вот такие дела. Мы сейчас попробуем сейчас найти мотоцикл. Я думаю, мы его не найдем. А, нет, вот мотоцикл, мотоцикл. Сейчас все будет, сейчас все будет. Подождите. И так мы сейчас разгоняемся, кстати. Так, вот мы разгоняемся. Для полного показа я даже ускорю скорость вот таким образом. И сейчас мы врежем все со всей дури в стену. И бух. Ну вы видите то, что мы не врезались. Если хотите, могу повторить. Врежемся мы в данном... В этом случае. Но вы уже замечаете то, что мы не падаем. Все очень просто. То есть мы бы давно уже упали и даже бы отняли много здоровья. А сейчас снова видите то, что вот ничего с ним не происходит. Тох. То есть опять же ничего не происходит. А если мы отключим, не падает с мотоцикла. Мы этим самым сейчас приведем к элементарнейшему падению нашего игрока. То бишь Тони Сиприани. Вот такая люденькая... Такой люденький чит. Так, идем дальше. Тяжелые тачки и байки. Что ж, теперь наша машина становится или мотоцикл. Я буду показывать это на мотоцикле. Становится обладателем тяжелой физики. Ух ты ж, блин. Ну да, да, да. Она же еще и долбится будет сильно. Долбится в смысле. Извините. Виноват. Возьмем любую машину. Да блин, они все уезжают. Испуганные. Вот, 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 вот. Машина. Итак, мы берем машину. Заодно я поставлю, заодно автоматически поставлю. Маша машина неуязвима. Смотрите, это другой чит. Я просто хочу вам показать, продемонстрировать заодно. Вот, я включу тяжелые тачки и байки. Да, 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 да. Ну и вот так работает этот чит. Мы теперь можем, то есть, буквально вырезаться в любую машину, и чтобы они элементарно отлетали. И сейчас мы не можем этого броня настрелить, потому что рядом никто никого не едет. Хотя нет, у меня с русским проблемы. Вот. Ну, вы видите, то, что такого в реальной жизни быть не может. И так же, как и в GTA, к счастью. То, что при ударе машина, ну, так уж не отлетит. Еще раз вам хочу показать. Кстати, она взорвалась. Вот, вот. Ну, уже само собой видно, то, что ничего такого быть не может. Могу показать это на грузовичке. Ну, с дороги. Вот, грузовичок. Здорово, мужичок. Вот так-то. Вот так. Вот, все, он сейчас загорится. Ну, вы видите, то, что тяжелая физика, это вещь суровая. И, да. Ее можно вместе с какими-нибудь другими параметрами машины изменять. То есть, например, можно сделать скорость автомобиля очень-очень-очень высокую, сделать машину летающей. Но об этом все по порядку. Итак, мы убираем тяжелые точки и байки, и мы можем настроить неуязвимость машины, либо ее постоянное дымление, либо ее постоянное среднее дымление, либо ее постоянное сильное дымление, либо постоянное всегдогорение машины. Конечно, это странно звучит, всегдогорение, но все-таки. Но, как только мы выпрыгнем из машины, машина благополучно, эпично, должна взорваться. Да, она взорвалась. Включаем дальше. Без перезарядки. Просто-напросто стреляем без перезарядки. К сожалению, у меня в данный момент оружия нет. Продемонстрировать я этого вам не могу. Но, да, может быть, мы сейчас едем в полицейский участок, получим какие-нибудь патрончики от каких-нибудь. Ну, я не знаю, потом покажу, короче говоря. Поехали дальше. Без перезарядки, то есть мы будем стрелять и стрелять, и стрелять, но патроны у нас бесконечными не будут. Поехали дальше. Прыжок на сколько-то там метров. Крестик – это прыжок. Прыгать можно как на машинах, так и на пешком. Итак, давайте для этого поставим, пожалуй, в бесконечную жизнь броню. Уберем. Все, все-все-все, поехали. И ставим прыжок. Мы выбираем абсолютно любой вариант прыжка. И сколько мы выбрали, только мы прыгаем. Но также хочется отметить то, что мы можем много раз сжать на крестик, и тогда мы будем очень быстро прыгать. То есть мы повышаемся в данный момент. И если поставить на дофигальон, как говорится, поставить прыжок, то будет все очень плохо, потому что игрок вылетит за игровой мир, и игра крекнется, или же мы будем очень долго падать, и мы умрем после падения даже с бесконечными жизнями. То есть вот это вот факт. Кстати, я забыл про это сказать, когда я бесконечную жизнь обозревал. Дальше. Если мы уменьшим, наоборот, прыжок, например, на 0 метров, или вот так, ничего не будет. Мы будем прыгать, как обычно. Да, мы будем прыгать абсолютно, как обычно. Поехали дальше. Скорость бега. И ее мы можем тоже настроить. Заметьте, вот, например, что я так медленно бегаю? Или это что? А, это скорость игры, которая, кстати говоря, часто забагована. А вот скорость бега, которую можно настроить на очень большую скорость, но при этом игрок будет провалиться в игровом мире. Ну и теперь мы будем бегать намного быстрее машин и людей. Также мы при этом будем очень высоко прыгать. Или мы просто будем прыгать тоже очень далеко. Также при этом и существует баг. То, что при этом же активируется чит на сходьбу через стены, что неприятно. И еще. Если поставить на уж очень большую скорость бега, то при первом же рывке игрок просто будет проваливаться в игровой мир. Извините, не виноват, извините. Просто экран уже компьютера залетел. И мы можем двигаться очень быстро и, то есть, соответственно, очень быстро падать. И мы очень много раз можем падать. Иногда, даже если мы падаем в игровой мир, то, сквозь игровой мир, то мы потом снова появляемся, и мы снова начинаем падать. То есть, если мы поставим много. То есть, не переборщите с этим. Ну, а мы едем дальше. И я пошел уберу. Кстати, намного быстрее просто так вот быстро нажимать, чем зажимать. Гравитация. И это один из моих любимых трюков. Почему? Да потому что гравитация... Это же гравитация. Итак, во-первых, то, что я могу вам сейчас продемонстрировать. Во-первых, если я поставлю гравитацию намного выше нормы, то при прикосновении к машине она будет вдавливаться в поверхность. И это в данный момент плохо видно. О, нет, все вдавилось. Сейчас мы поставим гравитацию на высокую. И просто мужик сейчас, бедный, несчастный, мотоцикл мужика начинает дрыгаться, как вы видите. И вскоре, когда гравитация будет около ста, человек просто провалится. Сейчас произойдет то же самое с машиной. Она просто вдавится. Ее колеса будут выглядеть очень некрасиво. Надо было сохранить скорость бега. А, да, совсем забыл. Гравитация. А, да, несовместимые, кстати говоря, скорость бега и гравитация. Апоробной реверс. Это значит то, что мы можем поднимать себя нажатием кнопки АП. Кстати, ух ты. А, я поставил высокую гравитацию, и при поднятии я снова падаю. Да, при повышении гравитации я тоже умрю. Очень важный такой нюансик. Что со мной произошло? А, все, все в порядке. Мы ставим... Вот, кстати говоря, мы уже начинаем видеть, как двигаются мотоциклы, и через некоторое время при такой высокой гравитации они просто взрываются. Сейчас мы... Гравитация равна 11. А что будет, когда гравитация равна 2000? А вот, кстати говоря, я вам показывал про выдавливание колес, как это выглядит. Сейчас мы поставим гравитацию еще выше, и мы увидим, как машина начинает медленно продавливаться, и вскоре она упадет за игровой мир. Так же, как и мы можем. Пс... Мы снова умираем. Это я вам демонстрировать не буду, потому что это слишком, слишком, слишком долго. Дальше мы сейчас, надеюсь, спасем мотоцикл. Нет, мы его не спасем, который там на заднем фоне очень сильно дрыгается. И мы убираем высокую скорость гравитации, вернее, гравитацию. И сейчас мы, пожалуй, поставим низкую скорость гравитации. При гравитации на нуле, когда мы прыгаем, мы медленно поднимаемся в сторону того, куда мы прыгнули. Сейчас мы, соответственно, должны спускаться, медленно спускаться, если я не ошибаюсь. А, нет, мы поднимаемся. Так, вот, теперь стандартная гравитация. Кстати говоря, прямо между нами, перед нами начинают летать всякие там людишки, человечки, все, над кем мы находимся. Так, надо поставить гравитацию повыше. Вот такую. И мы сейчас убираем снова эту чертовую гравитацию. И тоже глюк, тоже глюк. Ничего не знаю. Скорость бега на нуль. Так, мы ставим гравитацию на низкую, на минусовую гравитацию, которая позволяет при прикосновении... Во-первых, если мы стреляем в человека из револьвера, труп человека взлетает. Это, во-первых, то есть это интересный факт. Дальше. Мы прикасаемся к любому транспорту, он по-любому начнет взлетать. И это выглядит примерно так. Прощай. Кстати, Тони смотрит на это. И если так, можно хорошо поиздеваться над некоторыми системами, например, над погоней за вами полицией. То есть вы просто прикоснулись к машине полиции. Кстати, можно с этим сделать полный ад. То есть это я вам уверяю. И машины могут улетать просто со скоростью пули. Что тоже можно. Сейчас я вам покажу систему оправной реверс. А именно, нажимаем на верх, и машина просто начинает подбрасывать. И она может снова упасть. Оправной реверс это очень веселая система. И все машины, которым вы прикоснулись, будут именно так падать. То есть очень-очень смешная система. И, кстати говоря, возможно, скоро упадет та машина, которую я поставил на низкую гравитацию Абут, где она? Легко, как это на помине. Привет. Мы все машины. И, кстати говоря, система задевания машин, то есть, смотрите, мы задели машину, у нее такие параметры с низкой гравитацией появляются. Если эта машина коснулась еще какой-то машины, то гравитация и ей свойственна. Такая же, как и мы говорим. Далее. Так можно придавить человека. То есть имейте в виду. Дальше. Очень весело. Так же с людьми то же самое происходит. И над этим можно так поиздеваться, что, ну, вы понимаете. Но я демонстрирую только самые элементарные. Убираем априверс и пускай они разъезжаются по своим делам. Следующее, что я хочу вам показать, это автопереворот машин. Ну, тоже очень полезный, такой, знаете, чит. Надо убрать, машина всегда горит. и убрать им неизвимо. Просто-напросто. Когда мы теперь переворачиваемся в машине, он автоматически ее переворачивает обратно. Ну, я сейчас это элементарно покажу, я надеюсь. Я надеюсь, что я это покажу. И вот. Вот эта система. Вы ее только что видели. Вот, смотрите. Еще раз. И еще раз. И еще раз в сноубоушене. Опа. Ну, все, вы видели. Вы видели все собственными глазами. Очень полезный чит. Я надеюсь, это уже все закончится. Все. Все, все закончилось. Это действует только на машин. Поехали дальше. Что это было? Прыжок на 0 метров. Все, оставляем его таким. Стать выбранным педом. Да, именно стать выбранным педом. Причем, к сожалению, это... А, нет. Это действует постоянно. Вот оно. Нажимаем на треугольник. И после этого мы можем, собственно говоря, стать выбранным пешеходом. Вот, вот. Но очень богучая система. Иногда все зависает. Ну, именно. Это именно то, что я вам и говорил. Вот, вот, вот. Об этом я имел в виду. То, что... Да, игра вылетает после этого. После выбора пешехода она вылетает очень часто. Поехали дальше. Так, убираем, пожалуй, все эти читы, потому что игра просто вылетела. После этого начинаются полные тормоза. И мы едем дальше. Так, сейчас тормоза опять едут. Что я сказала? Тормоза едут. Ладно. Становимся каким-нибудь выбранным пешеходом. Ну, предположим, мы станем копом. Вот, все, мы стали копом. И все. Давайте теперь будем вести как настоящий брутальный полицейский, у которого кое-чего нет. Харизмы нет. Поехали дальше. Ракетная мощь. Ракетная мощь. Это такая штукенция. Мы садимся... Кстати, ракетной мощи нету в американке. В американской версии Чит Девайса ракетная мощь не работает. И для ракетной мощи нам необходимо, пожалуй, включить. Ваша машина неуязвима. И вот, подождите, надо сесть в эту машину. Блин, я не успеваю. Давайте вот в эту машину сядем. И ракетная мощь позволяет просто с реактивной скоростью двигаться нашей машине. Это скорость нашей машины. Поставим ее на 30. И вот так вот она действует. Она... Машина просто-напросто сзади. То есть она теперь... Мне кажется, или изменилась высота подвески машины. Нет. Машина просто-напросто... Знаете, она невероятно ускоряется при переднем ходе. И такое чувство, знаете, физика такая, словно у нее действительно сзади появляются ракетные сопла. То есть она... Ну, как-то так. Как-то так. Вот мы очутились. Надо телепортнуться, надо телепортнуться куда-нибудь. Куда угодно телепортнуться. Блин. Я умер в Стоунтоне. Как вам это? Я умер уже в Стоунтоне. Ладно, поехали дальше. И опять он говорит то, что вам надо, типа, жить. Опять коп. Поехали дальше. О! Ух ты! Это что только что было? Это что с машиной? Машинка-то пьяна? Иди домой. Иди отсюда. Иди домой. Слушайте, я боюсь. Я боюсь этого чит-девайса. М. Она уехала. Но оставила себе странное впечатление. Ракетную мощь нужно поставить на очень большую величину. И... После этого просто машина может моментально уйти за пределы карты. Ну, вот вы видите, как это выглядит... Когда... Если включить... Кстати, да, она начинает вертеться в некоторых случаях. Начинает вертеться очень часто. И да, я вам говорил про ракетные сопла. Да, машина теперь... То есть, не то, чтобы там умеет... То есть, она... Как сказать... То есть, она не колесами управляется. Да, мы сейчас просто как супермен летаем по здоровому миру. И сейчас я выпрыгну из машины. Потому что так надо. Нет, так не надо. Сейчас опять умрем. Если я моментально телепортнуюсь в стонтон. И... Ё-моё, я опять лоханулся по-полному. Ну, наконец-то мы сейчас хоть опять телепортируемся в Портланд. Ну, и... Вы на этом поняли уже чит. Ракетная мощь. Как он работает. Кстати, у меня опять перестал реагировать чит-девайс. Сейчас мы перезагрузимся. Да, все в порядке. Он продолжает работать. И нас случайно бьет полицейский. И вас снова случайно бьет полицейский. Для этого мы убираем. И он уходит как настоящий пофигист. Полицейский бил полицейского, но потом успокоился и пошел дальше. Система проста. И теперь одни из самых моих любимых читов, называющихся летающей машиной и уровень воды. Уровень воды мы можем поставить его очень высоко. И вода просто моментально начинает подниматься, если мы стоим рядом с источником воды, то есть рядом с... Увеличим скорость бега для этого до десяточки. И мы сейчас добежим до воды очень быстро. Так. Нет, я ожидал, что это будет побыстрее, но да ладно. Вот она. Вот он уровень воды, который у нас в данный момент при уровне воды в 11,50 мм. И мы можем повысить. Мы ему снова умираем. Или нет? Обалдеть, как это выглядит. Сейчас мы снова отсутствуем в полном воды мире. Но надо это отключить. Уровень воды очень красиво отвечать. Мы просто кликаем по нему иксом и все, и уровень воды отключен. И это очень полезный вариант. Все, мы отключили уровень воды. Почему это очень полезный вариант? Потому что мы можем моментально его отключить. Это уже третий лист, которого быть не должно. Давайте включим бесконечную жизнь и броню, чтобы было понятно. И снова включаем уровень воды где-то под 50, под уровень 50. И при внезапном отключении уровня воды, кстати, я включил быстрый бег, который можно сейчас убрать. И да, теперь у нас есть игровой мир GTA 2 и GTA 1. Да, это прикол, что сейчас наш вид с уровня воды устремлен вниз. И теперь мы можем спокойно играть, садиться в машинки. Все, что мы любим. И все это под водой, черт возьми. Все игровые жители будут теперь под водой, включая нашего игрока. И мы можем, изменяя уровень воды, изменять и положение камеры. Черт возьми, это очень удобно. И машина теперь... Ой, мы ракетную мощь не отключили. Но это, черт возьми, круто. И вот, вот он уровень. Ух ты, что моё-то? А, это вот выглядит как постапокалипсис. Вылезаем, пожалуй, из машины. Или мы не можем? Ладно, давайте на это всё плюнем и уберём ракетную мощь. Просто-напросто уберём ракетную мощь. Её нельзя убрать. Пошли дальше. Включить летающие машины. Ну, это мой самый любимый чит. Ну, естественно, что я могу сказать? Это мой абсолютно самый любимый чит. Почему? Во-первых, мы сейчас уберём ракетную мощь. Для этого я остановлю запись. Ну вот, мы убрали ракетную мощь. И почему машина почему-то не взрывается? Ну, это не нам судить. А мы в это время идём с включенным читом летающей машины. И мы идём к любой из машин. И я вам полностью сейчас объясню, как работает этот последний в нашем обзоре чит. Один из самых хороших читов на свете. И, как всегда, машин поблизости не нашлось. Нам нужна хорошая машина. Для этого... А для этого что делать, я не знаю. Сейчас мы найдём машину, как только я... А, вот она, машина. Мы залезаем в машину. И в этот трогательный момент... Вот система. Как только мы садимся в машину, теперь... Во-первых, при повороте теперь машина просто начинает вертеться на месте. И колёса машины начинают, как только мы садимся, они начинают медленно, так сказать, подсаживаться, вставать на другие бока. Это выглядит очень красиво. И что? Теперь ознакомимся с управлением. Вот мы и сейчас увидели. Так. Открыть, закрыть меню. Так, 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 так. Ап — это вниз. Стоп, стоп. В полёте. Ап — это вверх. Ап — это вверх. Ах квадрат. Х плюс квадрат — это вниз. То есть ап — это вверх. Ах квадрат — вниз. Быстрый вниз. То есть так мы отпускаем это вниз. Ах квадрат — это быстрый вниз. Ну, а управление в полёте — это джойстик мыши. Также мы можем сделать машину для лоу-лайдеров. Во-первых, машина становится намного быстрее. И... О, да. Это тот самый чит. Налетающие машины. Чёрт возьми, полетели к маяку. Полетели к маяку. Ё-моё, я так хочу полетать. Ну, ладно. Всё остальное решать вам. Во что... Какими читами пользоваться. Во что играть. И, пожалуй, на этом всё. Хотя нет, подождите. А я вам случайно не показал вертолёты, которые идут выбросить транспорта? А нет, я вам их не показывал. Погоду дождь мы поставили. И сейчас я вам покажу последние вертолёты, которые я вам покажу. Соответственно. Я вам показал... Показал я вам вот эти два РК. И сейчас я вам покажу хантер. Упс, два хантера заспаунил случайно, случайно. Ничего, ничего не обижайтесь на меня. Короче. Тестить вы эти истребители боевые и всё остальное будете вы. Подождите, я включу красивую погоду. Вот, всё, ясная погода. И вот этот боевой истребитель, как в GTA Vice City, как в GTA Vice City Stories, как в GTA San Andreas, это тот самый хантер. И он может стрелять из пулемёта и, соответственно, и с ракетами гуляться. Дальше. Мэверик. Обыкновенный вертолёт Мэверик, который можно секретом получить даже в GTA Liberty City Stories. Идём дальше. Полицейский Мэверик. Ничем не вооружён. Обыкновенный полицейский вертолёт, использованный полицией. И мы сейчас как истинный коп сядем в этот волшебный вертолёт. Прилетит, рука волшебный в голубом вертолёте. А, да-да-да, он сейчас взлететь не может. О, кстати, я случайно оставил летающие машины, поэтому он сейчас так глупо повернулся. Идём дальше. И это последний вертолёт, который здесь есть. И это Vice City News Maverick. Это тот самый маленький маневренный вертолёт, используемый новостной группой Vice City. Его можно в реальности найти только в GTA Vice City. В настоящей GTA реальности можно найти только в Vice City. И это всё. Только тут только раз, два, три, четыре больших вертолёта. И на этом всё. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вы не поставили лайк в начале. Кстати, поставьтесь, если вы сейчас только что досмотрели до конца, напишите какой-нибудь комментарий. И на этом спасибо за внимание. Поставьте ещё раз лайк, подпишитесь на канал, потому что я буду скоро снимать другие новые ролики про GTA. И, наверное, буду снимать потом GTA 5. И всем пока.